Рак эндометрия И 13% – третья стадия, которая рецидивирует. Если при локализованном процессе возможности хирургического лечения и, как звучало, консервативное лечение, можно излечить более 90% женщин, то, к сожалению, при местно распространенном процессе выживаемость снижается на 30%. А при четвертой стадии заболевания пятилетняя выживаемость составляет всего 16%. Если говорить, когда исчерпаны возможности хирургического лечения при первичном раке и при рецидивах заболевания, а также лучевой терапии, встает вопрос о лекарственной терапии. И, говоря о лекарственной терапии, можно сказать, что на сегодня стандартной терапией является химиотерапия и гормонотерапия. Вот здесь представлены результаты рандомизированных исследований, которые рекомендуют нам химиотерапию первой линии рака эндометрия в виде соответствующих схем. Если сравнивались монотерапией, доксорубицином и комбинированной терапией, то, надо сказать, что больших различий даже не было отмечено. Но всё же было отдано предпочтение дуплетам, а далее рассматривался и триплет, где доксорубицин с спалатином и паклитоксилом изучался. Результаты, казалось бы, были выше по беспрогрессивной выживаемости 2 года и медиану общей выживаемости почти 3 года. Но, к сожалению, триплеты оказались более токсичными, и предпочтение отдаётся на сегодня стандартной терапии и химиотерапии. Это карбоплотин с паклитоксилом. Однако, надо отметить, что частота ответов колеблется от 17 до 50%. И всё же мы говорим о невысокой медиане беспрогрессивной выживаемости и общей проведении химиотерапии первой линии. Если есть возможность, то подсоединяется и гормонотерапия, известная нам. Это гормонотерапия медруксипрогестеронацетатом, мегистролацетатом. Однако и здесь для диссиминированных процессов мы видим невысокие результаты. Притом на основе только исследований второй фазы, нет третьей фазы исследований по гормонотерапии, рецидивов. И здесь, к сожалению, ответы бывают клинические и хорошие, как эксклюзив. Но в большинстве случаев мы тоже видим длительную беспрогрессивную выживаемость и общую выживаемость. Говоря о второй линии химиотерапии, то это препараты, перечисленные здесь в монотерапии, от ифосфамид, этапозита, поклитоксела, говорят о том, что здесь фактически уже рак эндометрии можно рассматривать как химиорезистентная форма лечения данной патологии. Если мы посмотрим американские рекомендации 2020 года НССН, то химиотерапия первой линии рассматривается именно карбоплотин с поклитокселом и гормонотерапия, о которой мы с вами сказали. И надо сказать, что наши рекомендации, они также несут в себе ту же стандартную химиотерапию поклитоксела с карбоплотином и вторая линия, вот перечисленные препараты и гормонотерапия. Однако, надо сказать, что общий ответ предлеченных больных на химиотерапию и гормонотерапию распространенного рака эндометрия не превышает 15%. И поэтому хотелось бы остановиться на новых направлениях в лечении рака эндометрия. Это таргетная терапия и иммунотерапия рака эндометрия. Можно следующий слайд? Вернуться к предыдущему. И здесь наши возможности сейчас расширяются благодаря соответствующему геномному атласу, где мы видим возможности мулькарно-генетического тестирования и потенциальные препараты, которые предлагаются в этих случаях. Вот здесь приведено исследование по таргетной терапии, антиангиогенной терапии рака эндометрия. Это ГОК-86, где сравнивались три варианта лечения. Вернуться к химиотерапии с добавлением антиангиогенного препарата бивоцезумаба или другого препарата темсиролимуса. Однако, конечно, предпочтение, наверное, мы видим, что надо отдать как раз схеме паклитоксилоскарвоплотина с бивоцезумабом, где был полубничен довольно-таки высокий общий ответ, как в применении на момент химиотерапии и поддерживающая дальнейшая терапия бивоцезумабом, где полные ответы даже достигали 24%. И это же отразилось и в общей выживаемости. Вот это важный момент, что общая выживаемость тоже при добавлении антиангиогенной терапии, химиотерапии распространенного рака эндометрия, дала эффект выше, фактически статистически достоверно, на 10 месяцев. И общая выживаемость была продлена, вы видите, до 34 месяцев. Но вот исследование МИТО по эндометрию фактически в том же варианте, где паклитоксилоскарвоплотином сочетался с бивоцезумабом, также отметило, с одной стороны, высокий ответ на химиотерапию с таргетным препаратом, вы видите 54% ответ, но в то же время общая выживаемость статистически достоверна различий достигнуто не было, хотя общая выживаемость составила 24 месяца. Ну и мы видим все-таки в рекомендациях НССН, карбоплотин с паклитоксилом добавлен сейчас бивоцезумаб. В наших рекомендациях клинических 2020 года эта опция не введена, возможно, связана с тем, что именно вот это исследование МИТО не показало достоверных выигрышей по общей выживаемости, поэтому эта опция не введена. И сейчас проводятся радомизированные исследования, где сравниваются три рукава антиангиогенной терапии или парпингибиторы, или сочетание антиангиогенного препарата с парпингибитором, вот поддерживающей терапии, лечению рецидивирующего и персистирующего рака эндометрия. Пока еще результаты не представлены. Ну вот хотелось остановиться на серозном раке эндометрии, третьей-четвертой стадии, где публикация 2018 года заставила тоже добавить вариант лечения с таргетной терапией. Были представлены результаты лечения 58 пациенток, и по дизайну выглядел, где паклетоксил с карвоплатином, и второй вариант, пациенткам с HER2-положительными результатами добавлялся транстузумаб. И по результатам этого исследования было выявлено преимущество добавления вот этой группе пациентов с серозным раком с HER2-положительным, добавления транстузумаба по беспрогрессивной и общей выживаемости. И поэтому вы видите, в 2020 году в НССН и раньше опции существуют при диссеминированном серозном раке эндометрии, помимо химиотерапии, HER2-положительным пациенткам добавлять транстузумаб. Надо сказать, что это введено и в наших рекомендациях 2020 года добавление транстузумаба этой группе больных. Но вот иммунотерапия. Иммунотерапия отличается от предлагаемой химиотерапии и таргетной терапии, где фактически идёт воздействие на опухолевую клетку, а иммунотерапия – это опосредованный эффект через Т-лимфоциты и другие иммунокомпетентные клетки, несколько другой механизм действия. И надо сказать, что вот на примере пембролизумаба, благодаря иммунотерапии, это иммуноклональные антитела различные используются на примере пембролизумаба, происходит блокировка взаимодействия PD-1 с легандами PD-L1 и PD-L2, что усиливает противоопухолевый иммунный ответ. И вот на сегодня как раз к себе привлёк рак эндометрия в иммунотерапии, в онкологии. Потому что, посмотрите, на этом графике по предикторам опухоли, которые отреагируют на иммунотерапию, рак эндометрия даже занимает первое место, а предикторами рассматривается микросателитная нестабильность и нарушение системы репарации. И превышает где-то 30-38% именно в группе рак эндометрия, даже превышая колоректальный рак и другие опухоли по данному предикторному фактору. И хочу представить исследование KENOT-158, где изучалась иммунотерапия различных солидных опухолей, и 15% составили как раз больные раком эндометрия. И эти больные, которые выделены были с MSI-HIGH, то есть с высокой микросателитной нестабильностью, и в этой группе больных назначение пембролизумаба дало частоту ответа 57%. Это высокие показатели. Но на общую группу, где и стейбл включались, и профициты репарации, этот показатель был ниже, конечно, и там, где MSI-стейбл был. Но всё же, вот где высокий предикторный положительный фактор, мы видим высокий ответ на иммунотерапию. И вот в этом графике, такой фонтан, вы видите как раз в нижней части, какая частота ответа редукции опухоли на иммунотерапии, где 30% редукции и более уменьшение размеров на иммунотерапии. И это видно по длительности ответа у пациенток с эндометриальным раком при наличии MSI-HIGH до 22 месяцев. 89% была медиана длительности ответа, и это отразилось и в медиане выживаемости беспрогрессивной, и общей выживаемости по иммунотерапии. Но надо сказать, что, конечно же, иммунотерапия – это препараты, которые тоже вызывают и побочные проявления нежелательные, это явления гипотиреоза, гипертиреоза, кожные реакции, но они не столь выраженные и переносимые с соответствующей коррекцией. И вы видите, что в рекомендациях американских пациенты вообще с MSI-HIGH, солидные опухоли, почти везде включена как раз иммунотерапия, пембролизумабом, и это же включено и для эндометриальной карциномы. В наших рекомендациях пока нет этого пункта, рекомендаций клинических, которые опубликованы уже 20-го года, иммунотерапии. Но еще хотела сказать, это иммунотерапия, монотерапия, которую я представила, но сейчас обсуждается вопрос в онкологии иммунотерапии в комбинации и с химиотерапией, с таргетной терапией, с парп-ингибиторами. И вот здесь в 2019 году на ЭСМО это было событие большое, которое обсуждалось как раз в отношении рака эндометрия, где иммунотерапия сочеталась с антиангиогенной терапией. Исследование заключалось в том, что это однорукавное исследование. Пациентки получали антиангиогенный препарат Ринвентиниб в сочетании с пембролизумабом. И посмотрите, частота ответа составила в целом 40%, и при этом не только в группе MSI High, где, конечно, ответ был выше 63%, но и где не было вот этих положительных преддикторных факторов. Это касалось всех гистотипов опухолей, и по показателям независимости, сюда входили с реакцией на иммунотерапию с различным статусом MSI и PDL, видите, реакция на эту терапию. И это было видно по общей выживаемости больных, которая составила медиа на наблюдении 18 месяцев. И надо сказать, что вот это исследование 2019 года, которое, конечно же, отмечало и побочные проявления антиангиогенной терапии, Линвентинибом и иммунотерапией пембролизумабом, у каждого были свои побочные проявления, на антиангиогенный препарат это гипертензия, на пембролизумаб это гипотириоз. Вот эти проявления, конечно же, фактически у большинства больных были в той или иной степени, но не приведшие к тяжелым, третьей-четвертой степени были, приведшие только к редукции дозы, но к летальным исходам, к счастью, это не привело. И вот иммуноопосредственные реакции, несмотря что они были, но результат, извините, я вернусь, вот этого исследования 2019 года заставил уже по результатам второй фазы FDA американскому обществу, австралийскому и канадскому обществу включить именно вот эту комбинацию ленватиниба с пембролизумабом в лечении больных диссеминированным раком яичника. И надо сказать, что вот два дня назад наша Российская Федерация также получила уже подтверждение того, что вот эта комбинация ленватиниб с пембролизумабом уже может быть включена для рака эндометрии. И то, что будут завтра заседать русские эксперты по рекомендациям лечения рака эндометрии, по-видимому, эта опция будет тоже включена в лечение. И сейчас идёт исследование, сравнение как раз с пембролизумабом и с ленватинибом относительно стандартной химиотерапии доксорубицина с паклитокселом. Но вот это уже рандомизированное исследование, которое докажет или опровергнет преимущество скорее всего преимущество, которое уже было отмечено на иммунотерапию с таргетной терапией для рака эндометрии. И мне понравился вот этот слайд в презентации Рамиса Эскандера по раку эндометрии, где вот говорится о том, что наступило такое динамичное и перспективное время в терапии лекарственной рака эндометрии, которую мы фактически рассматриваем химиорезистентным. Возможности как раз даже не столько таргетной терапии, а иммунотерапии, но в комбинации может или с химиотерапией, или с таргетной терапией. Но, к сожалению, пока у нас немного предикторных факторов, которые будут определять ответ на терапию, но мы видим, что комбинация позволяет иногда даже исключать негативные предикторные факторы и назначать такого рода терапию. Сейчас вы видите активно начатое исследование по иммунотерапии рака эндометрии, учитывая, что, видите, это опухоль, которая с высоким процентом MSI high и дефицитами репарации определяется. То есть есть возможность такой терапии. И, видите, различные варианты лечения будут обсуждаться в дальнейшем в данной категории больных. Но и вот последний слайд. Я хотела сказать, что вот эти варианты, которые предлагаются, конечно, для нас важно, чтобы мы знали эту эффективность, мы знаем токсичность, но, к сожалению, и стоимость такой терапии. Спасибо за внимание.